В библиотеке имени Сергея Есенина в шестой раз проходит Люберфест. Это фестиваль бардовской песни, который длится на протяжении недели и собирает большое количество творческих людей не только Люберецкого округа, но и других городов. Люберфест – открытый фестиваль. Его участником может стать любой желающий, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Есть как опытные конкурсанты, которые участвуют из года в год, так и те, кто решился на это впервые, как Антонина Самарина. Я возвратилась в сбросе, с плеч ожидания груст. Я говорю, страствуюсь, я говорю, страствую грусть. Такую атмосферу, наверное, встречаю впервые. Он очень уютный, потому что, когда я выходила на сцену, сразу как дома, я даже не волновалась. Сначала участникам предстоит отборочный тур на творческих мастерских, которые идут с понедельника по пятницу. На суд жюри они предоставляют два произведения. Это могут быть песни или стихи уже известных авторов, либо собственного сочинения. Если проходит отбор, то готовятся к заключительному этапу – конкурсному концерту. Это общение. Самое главное, у нас, знаете, что происходит? У нас создаются ансамбли, у нас создаются дуэты. Из-за того, что люди общаются. Председатели жюри у нас всегда очень такие маститые, известные люди в кровоавторской песне. В этом году у нас Юрий Львович Лорес. Он строг, но справедлив. В этом году участниками мастерских стало около 50 человек. Главное, что они получают для себя – это опыт и обратную связь от профессионалов своего дела сразу после выступления. Люди иногда во время общения на творческой мастерской полностью меняют свое отношение к произведению. Потому что мы помогаем им раскрыть какой-то второй план, какой-то скрытый замысел. Не всегда можно у автора понять, что он имел в виду, но можно попытаться угадать за него. Вам просто жизненно необходимо обзавестись собственным ансамблем. Чтобы у вас был аранжировщик, который вашу музыку услышит и ее идеально точно сыграет. Участие в заключительном концерте, который проходит в выходные, принимают лучшие исполнители по итогам творческих мастерских.